Приветствую на канале, друзья, с вами Белогор. Сегодня будет такая относительно недавняя новость, которая касается космонавтики. Значит, в сентябре этого года состоялось интересное событие. Компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту корабль с четырьмя астронавтами, которые вышли в открытый космос. Это так называемый первый коммерческий выход в космос. Есть такой товарищ, как Джаред Айзекман. Он миллиардер и владелец платежной системы Swift 4 Payments. Это не та ли платежная система, которую постоянно отключали последние несколько лет в странах СНГ. Характерно то, что Айзекман уже летал на орбиту Земли в 2021 году. В этот раз полет проходил с 10 по 15 сентября. Корабль назывался Dragon 2 или Dragon 2 с названием Polaris Down. Характерно то, что этот корабль не имеет шлюза для выхода в открытый космос. Здесь некая интересная система, когда выход в космос осуществляется просто открытием одного люка. И в этот момент в кабину попадает космический вакуум. И весь воздух, который там находился, он улетучивается в открытый космос. Таким образом, в кабине создается космический вакуум. Из кабины корабля по очереди высовывались два астронавта. Есть видео с моментами выхода в космос Джареда Айзекмана. И видео это на самом деле довольно странное. Можно его посмотреть. Естественно, я как конспиролог могу придраться тут к множеству всяких деталей. На самом деле, полет, который происходил, он насчитывал где-то 735 километров от Земли. Это по одним данным, по другим данным, около 1400 километров от Земли. Собственно говоря, в этой зоне начинается радиоактивный пояс, о котором все говорят. Я не буду настаивать на том, что есть ли этот пояс или нет, но по официальным данным он и есть. Дело в том, что если уже откровенно говорить, никто вообще не знает, что там в этом космосе. И что там есть, а что там нету. Это вообще не изученная территория. Есть ли этот вообще космос, как часто задают вопросы в моих комментариях. Дело в том, что вот этот Айзекман, он выглядел довольно странно в этом скафандре. И сами скафандры были похожи на какие-то костюмы для какого-то фехтования там или что-то в этом роде. Раньше показывали скафандры для выхода в космос. Они были, ну, достаточно массивные. Там такие добротные детали были. Шлем крепился очень хорошо. Он одевался на голову и закручивался, можно сказать. Здесь же сделали такую простую систему, как будто это шлем. Он просто открывается по одному щелчку. Заметно, что скафандры стали намного тоньше. Как это вообще связано с космосом, для меня это большая загадка. Потому что в космосе, по данным науки, очень большой вакуум. И положительно ли это будет влиять на самому космонавта, если он будет одевать такой тонкий костюм. Многие специалисты, комментируя эту новость, ссылаются на то, что стекло в этой конструкции шлема опускается как забрало. И может ли оно обеспечить герметичность скафандра в кабине корабля, в котором создается вакуум при выходе в открытый космос. Ведь такого рода скафандры, они подошли бы разве только что для пилотов самолетов или истребителей. Потому что такая конструкция подошла бы только для атмосферы Земли. Также специалисты выдвинули гипотезы относительно сенсорных экранов, которыми был оборудован этот корабль. Дело в том, что там все манипуляции производились через сенсорные экраны, которые могут быть самоязвимы для разного рода пыли, касаний, перепадов, может быть давления или какого-то конденсата. Многие высказывали опасения насчет безопасности такой системы, а некоторые говорили, каким образом можно нажимать на сенсорный экран, будучи одетым в такой скафандр. Сам полет происходил таким образом. 11 сентября 2024 года Dragon 2 улетел от Земли на 1400 километров, а затем спустился до высоты 700 километров. И 12 сентября 2024 года был произведен выход в открытый космос. Опять же, многие выражают опасения по поводу пояса Ван Алина, который начинается от 640 километров до 58 тысяч километров. Вот эта так называемая миссия происходила в этом поясе Ван Алина. И разве смогут такие тонкие скафандры защитить людей от радиации? Самое интересное, что так называемая экспедиция находилась на высоте 700 километров в несколько суток. За это время радиация могла нанести летальный урон любому живому существу, которое такое долгое время находилось бы под облучением радиоактивных лучей. Дело в том, что сам выход довольно интересный. Такое ощущение, что это какой-то неживой человек, а какой-то манекен там вылазит из этого люка. Но дело в том, что есть объяснение тому, что там вакуум космоса, а есть свое давление в этом так называемом скафандре. И это давление, естественно, распирает этот костюм изнутри, и таким образом трудно сгибать конечности в этом скафандре. Но дело в том, что это вообще очень неправдоподобно, потому что есть один интересный опыт, который был проведен еще в 50-е годы, по-моему, который опровергает вообще любые нахождения в вакууме живых существ. У меня есть старое видео по этому поводу. В штате Огайо есть станция, принадлежащая НАСА. Она самая крупная станция, имитирующая космическое вакуумное пространство. Ее площадь 2500 гектар. Можно подумать, что это идеальное место для тренировок астронавтов. Но никаких тренировок здесь не происходит. А почему? В этой камере можно получить мощнейший вакуум, и она специальным образом для этого построена. Но вот незадача, что прежде чем ее строить, пресловутые строители не учли один маленький, но очень важный нюанс. Но об этом позже. Наши доблестные космонавты носят скафандры, которые были сделаны на фабрике по изготовлению белья. И только внешне напоминает какой-то замысловатый футуристический костюм, якобы призванный спасти бренную тушку нашего героя в космосе. Он сделан из очень слабого материала, совершенно не приспособленного для мощного вакуума. Давайте проведем небольшой опыт и посмотрим, что произойдет в вакууме с пленкой. Это бытовой вакууматор. Возьмем всеми нашу любимую пленку, которая не раз спасала нас в минуты глубочайших депрессий и стресса. И посмотрим, что с ней произойдет. Человек откачал воздух из-под стеклянного купола, и вот что произошло. Нечто похожее может произойти и с этим костюмом. Он должен как минимум сильно растянуться, а то и вовсе взорваться. А что же мы видим на видео в космосе? Космонавты чувствуют себя превосходно и радуются жизни. И при этом костюмы никаким образом даже не деформируются. Идем дальше и проведем следующий опыт. Как мы с вами знаем, человек состоит из воды примерно на 80%. Это мы все с вами учили в школе в детстве. А теперь посмотрим, что происходит с водой в том же вакууме. Откачиваем воздух из стеклянного купола и видим, что вода начинает закипать в вакууме. Почему такое происходит? А дело в том, что в зависимости от атмосферного давления, меняется и температура кипения воды. Не зря на высоте в горах воду кипятить можно при 70 градусах. Представляю вашему вниманию еще один опыт, который был один из самых опасных опытов, проведенных в вакууме. Они выкачали воздух из этой специальной камеры, чтобы протестировать костюм астронавта на предмет утечек. Первый же тест чуть не закончился смертью испытуемого Джима Лебланка. Это было на заре опытов с выходом в космос. Но быстро стало понятно, что в вакууме невозможно находиться человеку, будь то в скафандре или без него. И они быстро отказались от вакуумной камеры и стали проводить свои тесты в бассейнах, наполненных водой. И вот почему. Испытуемого в герметичном костюме, скафандре посадили в камеру и начали откачку воздуха. Он тут же упал без сознания. Вот что говорит об этом сам Лебланк. Когда я упал, я почувствовал, что мой язык начал пузыриться перед тем, как я потерял сознание. Когда нет давления, это очень необычное и странное ощущение. Очень мало медицинской литературы, описывающей состояние организма в таких условиях. Они не смогли спроектировать скафандр, который предотвращает процессы, происходящие в вакууме. И поэтому переместились в бассейн, где и снимают свои ролики до сих пор. Там симулируется починка МКС и все остальные операции, якобы происходящие в космосе. Они убежали из вакуума под воду, вне вакуума. Поэтому в так называемом вакууме космоса человек сразу же погибнет. И это доказывает этот опыт. А также он доказывает то, что все эти ролики сняты не в космосе и точно не в вакууме. Вот таким вот образом можно доказать то, что вообще ни один человек не был в космосе. Если там в самом деле есть какой-то космический вакуум. Дело в том, что есть еще один интересный момент, связанный с этим выходом Айзек Мана. Перед запуском корабля в космос, двум американским ключевым ведомствам, ФИА и НАСА по запускам и космосу, задавался один и тот же вопрос. Проводят ли они контроль этой миссии SpaceX? Ответ в обоих случаях был строго отрицательным. Между тем, шестая статья договора о космосе от 1967 года гласит, «Деятельность неправительственных юридических лиц в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, должна проводиться с разрешения и под постоянным наблюдением соответствующего государства-участника договора». Томазо Скоба, исполнительный директор Международной ассоциации продвижения космической безопасности, говорит следующее. «Эта миссия нарушает статью 6 договора о космосе». С вами был Белогор, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео, оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. До встречи в следующих выпусках.